Забота о сотрудниках прежде всего. Руководство РИА Калмыки организовало страхование жизни и здоровья своих работников от новой коронавирусной инфекции. Оформить полис по корпоративной программе, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, решили 36 сотрудников. Подробности узнавала моя коллега Полина Вевинова. Для многих страхование недвижимости, авто или жизни и здоровья давно стало нормой. Однако найти оптимальное по цене и условиям предложения непросто. Выгодные условия для своих сотрудников предложило руководство Калмыцкого РИА, который берет на себя оплату части страховки. В силу своей профессии сотрудники Республиканского информагентства активно взаимодействуют с людьми, поэтому дополнительная мера защиты от коронавируса не будет лишней, говорит директор РИА Калмыки Ахонгар Марилов. У нас на протяжении прошлого года ряд сотрудников болел коронавирусом, поэтому мы решили, что мы в этом году однозначно застрахуем часть сотрудников, вообще желательно, конечно, всех, потому что журналисты у нас на самом деле на передовой. Также в коллективе РИА Калмыки очень много сотрудников пенсионного возраста, предпенсионного возраста, поэтому их в первую очередь мы решили застраховать и оплатить часть страховки. Я рекомендую всем работодателям сделать это лучше сейчас. Примечательно, что выплата по полису распространяется в случае заболевания коронавирусной инфекцией не только самого застрахованного сотрудника РИА, но и членов его семьи, супруга и детей. Кроме того, для работников, имеющих хронические заболевания, страховка обходится абсолютно бесплатно. Таковых в учреждении 10 человек. Мы подобрали страховую компанию, которая предложила программу страхования от ковида, которая покрывала одним полисом всех членов семьи застрахованного. Основной задачей было застраховать в первую очередь сотрудников, которые имеют хронические заболевания, такие как сахарный диабет, брокхиан, астма, другие заболевания легких, сердца, почек, онкология. Новость о стопроцентной компенсации страховки от ковида сотрудники РИА, входящие в группу риска, восприняли с благодарностью. Гарантия, что такая нужная в лечении финансовая поддержка придет вовремя, позволяет без страха смотреть им в будущее. Хорошо бы иметь уверенность в завтрашнем дне. Тем более никто не застрахован. Не сегодня, а так завтра можно заболеть. И очень отрадно, что наше руководство, наше учреждение позаботились о таких, как мы, но о группе риска. Это страхование не только меня лично, но и моей семьи. Имея на иждивении детей, очень приятно осознавать, что они тоже застрахованы от этой страшной болезни. Тем более я эту болезнь уже перенес. Знаю, что это очень тяжелая ноша и тяжело для организма, тяжело для родных, для всех. Поэтому хочу поблагодарить нашего руководителя, поблагодарить всех наших сотрудников, кто участвовал в данном проекте. Это на самом деле и требование, и веление, и необходимость сегодняшнего времени. Агентство взяло по страховке все затраты полностью. Я вхожу в группу риска, поэтому сразу приняло решение застраховаться. Приятна такая забота о нас. При подтверждении диагноза компенсация составит 21 тысячу рублей. При этом значения не имеет, проходишь ли ты лечение в госпитале, либо же на дому. В случае летального исхода членам семьи выплатят 300 тысяч рублей, а для сотрудников из зоны риска эта сумма вырастет втрое и составит до 1 миллиона. По условиям страховки не обязательно лежать в стационаре. Необходимо предоставить справку о том, что вы заболели ковидом. И страховка покрывает 14 дней больничного листа в размере полутора тысяч каждый день. В РИА намерены обеспечить полисами страхования всех своих штатных сотрудников. Тем более, что стоимость продукта относительно невысокая. Цена такого полиса для сотрудника составит всего 1000 рублей. Остальные 2000 оплачивает учреждение. Полина Бевинова, Виталий Катышкин. Информационная программа День республики.